Всем привет! С вами Елена Максимова и сегодня выпуск такой незапланированный, потому что часто возникают одни и те же вопросы и мне хочется сразу на всех, на все их ответить, да, иначе просто тратится уйма времени. Немножко сегодня поговорим про навигацию в моей группе, а более детально о том, как предложить новость, чтобы она появилась на стене группы мастер-классы и идей для вдохновения. Итак, вы заходите в мою группу мастер-классы игрушки, я обязательно ссылочку оставлю в описании под этим видео. И вот вы попадаете на мою территорию. И, как в любом доме, у меня есть некоторые правила поведения. Чтобы с ними познакомиться, вот здесь у нас есть правила размещения постов. В обсуждениях все очень подробно написано. Читаем внимательно, не игнорируем и тогда будет вам счастье. Также у меня здесь есть раздел товары, где вы можете посмотреть, какие выкройки, какие мастер-классы продаются. Здесь их не так еще много, это еще из прошлой жизни, но я их раньше продавала и открывать пока не собираюсь. Также здесь есть раздел видеозаписи, чтобы не возникало вопросов, А где вы взяли выкройку или там видеоурок по вот такому книжке замечательному? Заходите в видеозаписи и здесь все-все есть. Все мастер-классы, практически все мастер-классы, которые я выкладываю на YouTube, есть здесь в ВКонтакте. Ну, конечно, на YouTube-канале этих мастер-классов больше. Так что лучше переходите на канал. Ну, и дальше у нас есть предлагаемые новости. Вот так вижу я свою страницу, как администратор, а вы видите несколько иначе. Вот здесь у вас не моя аватарочка, а ваша. Здесь вы можете написать какой-то текст. Здравствуйте, ла-ла-ла-ла-ла. Здесь вы прикрепляете фотографию, либо выбираете уже из тех, которые загружены у вас, либо загружаете фотографию заново. Выбираете, прикрепляете и ставите подпись. Не знаю, есть у вас эта галочка или нет. Это уже я, по-моему, регулирую, есть подпись автора или нет подписи автора. Дальше вы этот пост отправляете. Обязательно пишите несколько слов о том, что вы предлагаете посмотреть девчонкам. Чтобы было интереснее, ставьте себя на место читателей. И дальше эта новость появляется у меня в предлагаемых. Я вот захожу сюда, смотрю, что у меня здесь есть. Есть у меня несколько новостей, которые подходят под правила группы. Вот Алена Зайчиков прислала, Екатерина Мишку по моему мастер-классу и Анастасия прислала Миньона с мастер-классом, как его сшить. Это все появится в моей группе в ближайшее время. Есть вот такие новости, которые публиковаться не будут. Я их специально оставила, чтобы вам показать. И объясню, почему не будут. Девочки, нет выкроек. Все просто. Кто-то увидит вашу игрушку и захочет сшить такую же. Придется лазить по стене. Даже если вы берете выкройки с моей стены, а их очень много, девчонки, но выходит в день, ну, 10 новостей минимум. И в каждой новости выкройка. Ну, представляете, если там месяц назад была опубликована какая-то выкройка, это сколько надо промотать стены. Вот, поэтому не буду публиковать. Дальше вот Галина хочет спросить совета, но, к сожалению, я тоже не буду выкладывать эту игрушку, потому что нет выкройки. Танюша, видимо, хочет... Ольга хочет похвастаться своей Танюшей. Танюша замечательная, прекрасная. Ну, где выкройка, по которой вы шили? Несмотря на то, что выкройка достаточно известная, ну, она же известная для вас и для тех, кто уже давно в теме, скажем так. А те, кто новенький, не знают, что за выкройка, из чего шито, и, в общем, будет масса вопросов. А так вы сразу можете на них ответить. Вот. Боитесь создать себе конкурента? Не хотите делиться выкройкой и какими-то тонкостями? Не публикуйте свои работы в моей группе. Все просто. Я не жадничаю ни для кого, не секрет. В общем-то, я отдаю информацию в полном объеме. Да, иногда продаю выкройки, но это крайне редко случается. Все остальное я рассказываю бесплатно. И хочу, в общем-то, от вас того же самого отношения. Если вы не хотите делиться, то не нужно присылать ваши новости в мою группу. Вот мишка. Виктория уверяет, что сшит он, по-моему, мастер-класс. Но, честно говоря, я не узнаю эту игрушку. Поэтому я не буду выкладывать этого мишку, потому что нет выкройки. Дальше что происходит с новостями? Пока ваша новость висит в предложенных, вы можете ее у себя увидеть. Вы, когда зайдете в группу, у вас будет вкладочка «Предлагаемые». И ваша новость будет там. То есть она не поставлена в очередь на публикацию, и никто ее, кроме вас, не увидит. Я когда проверяю, одабриваю, смотрю, что у меня со временем. Вот сегодня в 15.08 мой пост, потом в 16 Ирины Ткаченко, в 17 мой. В 18 ничего нету, значит, я могу в 18 часов сегодня отправить вот этого миньончика. Готовлю к публикации. Смотрю, в тексте вроде ошибок нет, но вот здесь пробил. Подпись автора стоит. И я ставлю на таймер. Сегодня в 18 часов. Сохранить. Все. Этот пост отсюда из предложенных перешел в отложенные. Вот он. И Анастасия уже в предложенных не увидит. Но зато сегодня в 18.06 ее пост появится на стене группы. Вот. В принципе, это все, что я хотела сказать. Добавляйте ваши новости, добавляйте фотографии ваших работ. Давайте будем относиться уважительно к участникам нашего сообщества, делать хорошие фотографии. Я не говорю, что они должны быть супер-купер профессиональными, но хотя бы приятными на взгляд, да, чтобы это не было какой-то там фотографией на полу. Мало того, что давайте уважать друг друга, давайте начнем с того, что будем уважать сами себя. Поэтому я все-таки призываю к тому, чтобы вы следили за качеством фотографии. Даже на телефон можно сделать нормальную фотографию. Я вас уверяю, делала это неоднократно. Просто надо немножко постараться. Вот. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Присылайте ваши творения. Я очень рада, когда вы делитесь своими результатами. Мне это очень приятно. Я с радостью буду публиковать их, если они соответствуют правилам публикации. Заходите в группу за вдохновением, за обменом мнениями. Приходите, конечно же, на мой YouTube-канал. Подписывайтесь. И до встречи во вторник. Обязательно будет новое видео. Всем пока!